В эфире телестудия Карачаганак, в студии Майя Амирова. Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию следующий обзор новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первый день член Республиканской информационно-пропагандистской группы Аскар Муканов. По приглашению района и мечети представитель встретился с группой ветеранов труда в здании партии Нур-Отан. В первый день член Республиканской информационно-пропагандистской группы начал свою информационно-пропагандистскую работу в здании Нур-Отан. Следует отметить, что сегодня проблема религии в стране является актуальной. В этой связи на уровне государства была принята специальная программа по реализации масштабных религиозных проектов. И в настоящее время проводится ряд работ. В ходе встречи гость рассказал о религиозном экстремизме, о вреде терроризма для религии и общества. Бурлинский район – это район, граничащий со всеми другими, со стратегическим значением. Рабочий визит начался с Бурлинского района. Единство и стабильность нашего народа – предотвратить создание деструктивных течений. Это для нас главное. Наша задача – профилактика религиозного экстремизма. Вторая наша цель – это работа в рамках реализации программы «Рухани Жангру» – воспитание детей и молодежи в русле духовного развития, семейных ценностей, разъяснение обычаев, традиций нашего народа, привести в порядок проведение религиозных обрядов. Приведя в пример фрагменты из Корана, аятов и хадисов, представитель высказал мнение о традиционной религии. Группа старейшим, присутствовавшая на встрече, высказала свои мнения о том, как отличить негатив и положительные моменты в изучении религии. Несмотря на то, что мы уже в возрасте, но иногда мы не знаем, как поступить, как провести тот или иной обряд, как разъяснить какое-либо обычае. Не все мы участвуем в жуманамазе. К примеру, мы не знаем, как обращаться с умершим человеком, как совершить обряд омовения. Вот такие вещи необходимо рассказывать и показывать молодежи. Собравшиеся на встречи задавали вопросы о традициях предков. Они призывали народ к единству и солидарности. Мира Султанова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия, Карачаганак. По окончанию реализации трех проектов общественного фонда «Шаздарын» подводит итоги уходящего года. И завершается 2018 год, конечно же, новогодним праздником для детей целевой группы фонда. В зале общеобразовательной школы номер 3 прошла традиционная благотворительная елка общественного фонда «Шаздарын». На праздник были приглашены более 45 детей. Главная и общая мама всех детей, директор общественного фонда «Шаздарын» Татьяна Ищенко в первую очередь поздравила детей своей целевой группы, их родителей и всех оксайцев с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия. Желаю вам море возможностей. Желаю удачи во всех ваших начинаниях. И пусть все у вас сложится, и пусть все ваши желания сбудутся. А нам всем желаю мира и согласия. Я никогда не усану повторять, как говорили старые люди, там, где лад, будет и клад. 27 декабря состоялась новогодняя елка для детей из трех проектов фонда. Проекты ССУ, специальные социальные услуги, «Дети дождя», творческая стилизация и социализация детей с особыми потребностями развития здоровья. Более 45 детей вместе с родителями пришли на праздник. Мы видим с вами, как они веселятся, и они уже как бы не стесняются никого. Они вместе с нами, а мы вместе с ними. Праздничное представление со сказочными героями развлекало детей. Дети чувствовали себя вполне свободно и раскованно. Это не могло не понравиться родителям. Мы являемся участниками пилотного проекта «Дети дождя», организованным фондом «Жаздарн». Сегодня пришли первый раз на праздник, организованный «Жаздарн». Спасибо большое Татьяне Германовне и организаторам за устроенный замечательный праздник для наших детей. Наши дети очень ждали этот праздник. Спасибо спонсорам. Всего вам хорошего, самого наилучшего. Высоких достижений вам. В ходе мероприятия благодарственные письма были вручены спонсорам общественного фонда «Жаздарн», которые предоставили детям подарки к Новому году. Благодарственное письмо. Уважаемые сотрудники компании ТО «Морли Парсонс Казахстан», ТО – инженеринговая компания «Каз» и «Пронефтитранс». Истинно благодарим вас за спонсорскую поддержку в проведении новогодних мероприятий для детей с особыми потребностями в развитии здоровья и детей в трудной жизненной ситуации. Ваши благие дела достойны подражания и побуждают наше общество проявлять великодушие, застрадание и заботу о детях, которые нуждаются в помощи. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе, а также процветания в ваших компаниях. С большой надеждой на дальнейшее сотрудничество. Каждый ребенок достоин самого лучшего, заслуживает внимания и подарков, считает один из работников общественного фонда. Общественный фонд «Жаздарын» ежегодно дарит праздник всем своим детям, потому что каждый ребенок ждет в Новый год чудо, ждет подарка. И наши дети не исключением. Благодаря поддержке спонсоров более 45 ребят сегодня у нас принимают участие в этой сказке, в этом празднике, в этом чудо-представлении. И каждый из них уйдет обязательно с подарком. Было видно, что детям очень нравится праздник, нравятся персонажи. Это были зверушки, положительные герои, сказок. Не обошлось и без поросенка – символа будущего года. Таким образом, подытожив уходящий год, Общественный фонд «Жаздарын» продемонстрировал положительную тенденцию. Дети из проектов, реализуемых фондом под руководством Татьяны Ищенко, получают реабилитацию. Им предоставляется помощь государства и спонсоров. Мира Султанова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагушеев, Телестудия, Корчаганак. Это все на сегодня. Всего доброго.